Продолжение следует... 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 И поэтому выглядит все вот таким образом. Очень сильные отражатели сбоку. Не совсем в правильном положении, а на самом деле это побочные эффекты. И также некоторые другие отражения. Мы здесь видим эхо. Присутствуют. Они отражают артефакты с другой области. Например, вот здесь реверберация. Вот здесь эхо, которое мы видим, они не совсем указывают на содержимое мочевого пузыря. Здесь тоже, скорее всего, артефакт боковой доли. И вот здесь, конечно, мы знаем, что, уже поняли, что когда мы удаляем иглу, вот этих боковых отражений не будет. Здесь можно изменить положение датчика и изменить положение проявления этих эхо. А вот это очень типичная картина. Есть некоторые такие, что ли, мигания. Очень сильное эхо. И очень характерно это для того, что аппарат что-то выхватывает за пределами нашей области. Какие-то дополнительные лучи, которые присоединяются к основному. Вот это реверберационный эффект, который очень часто в близком поле мы получаем. Если вы хотите вот этот край лучше увидеть, можно изменить фокусировку до верхнего положения. Тогда будет лучше видно. Можно также немножко отдалить датчик. Или перевернуть все можно животное, посмотреть на другую порцию. И тогда у вас верхняя часть переместится вниз. И тогда у вас будет лучший вид. Вот это независимый осадок. И вы видите, тут есть некоторые капельки жира, которые могут быть вызваны чем-то другим. Может быть, это кровотечение, кровоизлияние. Но если немножко похлопать по мочевому пузырю, вы увидите, что они начинают задвигаться и закручиваться таким закручивающимся движением. Вот здесь возможна минерализация. И вы видите, что есть утолщение стенки. И очень регулярная поверхность, грубая. И стильное эхо, которое здесь присутствует, очень хорошая здесь тень, которая вызвана минерализацией на стенке мочевого пузыря. Это ревиберация и небольшое утолщение. Звук такой сильный в этой области, что он буквально ударяет по мочевому пузырю. И вот здесь появляется эхо в самом пузыре. Но вот внизу, это настоящее истинное эхо. Это осадок. Вы видите вот здесь эхо в верхней части. Если сместить ваш подход, то вы увидите, что они могут исчезнуть. Но иногда они могут даже скрывать то, что действительно происходит в этом регионе. Здесь некоторые подсказки, которые могут вам помочь понять, истинные или неистинные. Во-первых, форма и локация. Вот, вы видите, здесь присутствуют камни, которые двигаются. И тоже при движении мочевого пузыря движение тоже очень вам помогает. Если вы видите вот это движение, может быть, закручивающееся движение. Гравитационный эффект тоже. Если вы видите, что частица присоединена к стенке, и она свободно двигается, вы можете просто немножко похлопать по области мочевого пузыря и увидите движение. Если это ложное эхо, то неистинное, вы сразу это увидите. Также вы должны понять, где находится ваша... То есть, находится ли все в мочевом пузыре, или, может быть, в толстой кишке. И также фокусировку аппарата, фокусировку давления, извините, давления можно менять, позиционирование. И тогда вы можете менять изображение, или фокусировать его. И также вы видите осадки, которые независимы. Вот, например, здесь плавающие, которые неожиданно перемещаются кверху. А здесь сильный эхо. И мы видим некоторые песочные камни. И также вот здесь некоторые вещества присутствуют. А также некоторые сгустки материала. У этого животного были именно камни. А вот у этого животного, кошки, очень интересное животное. У них в почках очень много выделяется жира, который потом часто попадает в мочевой пузырь. И поэтому в пузыре мочевом можно видеть вот эти капельки жира. Вот здесь, видите, эхо может варьировать в зависимости от типа осадка. Вот здесь у нас кампуль, который мы пытаемся потрясти. Посмотрите, вот на это изображение. Здесь был цистит, гематурея, связанная с ним. И видно, что плавающие здесь кусочки есть, которые со временем оседают на дно пузыря. Это интересная картинка. Вы видите здесь такие завихрения. Более слизистое было содержимое, которое тоже было связано с циститом. Ибо из-за вот этой слизистости содержимого были такие завихрения в движении. Некоторые виды имеют такое содержимое в мочевом пузыре, как, например, лошади, морские свинки. Если посмотреть на мочу, нормальная моча, но очень тяжелое содержимое. А на УЗИ будет вот именно такое изображение. Просто потому, что в мочевом пузыре присутствует определенное содержимое. Посмотрите вот на эти небольшие, совсем маленькие эко, которые представляют небольшие кристаллы, песочный материал. Но они достаточно тяжелые, достаточно быстро попадают в зависимую часть пузыря. Один из вопросов, на который мы хотим ответить при определении причины гематуреи. На что мы смотрим? Связано это со стенкой мочевого пузыря или нет? Вот, например, у этого животного видно, что здесь есть что-то в пузыре, такое удлиненное, и вызывает некоторую обструкцию. Вот здесь катетер есть, который помогал животному с мочеиспусканием, потому что эта структура преграждала выход мочи. И вот этот публичный вид, каждый раз, когда мы смотрим, мы пытались со всех сторон посмотреть. Это был большой сгусток крови, который немножко уменьшился со временем. Это была такая солидная структура, твердая. И вокруг была нормальная, более нормальная моча. Такое ощущение, как будто это была масса, но не было присоединения к стенке, потому что окружено все было мочой. Вот здесь весь пузырь заполнен эхогенным материалом. Это был очень тяжелый случай с эститой. И посмотрите на гипоэхогенные области. Очень слизистый там материал с включением кристаллов. Это очень нехороший случай с эститой. Это был, как я уже говорила, и весь пузырь заполнен этим материалом. Здесь весь пузырь заполнен кровью. Тоже тяжелый эстит. А вот эта область заполнена эхогенным материалом, который передвигался, закручивался. Но сила притяжения на него не действовала. То есть иногда кровь, особенно если это свежая кровь, она создает на узи такие маленькие, небольшие эхо. И весь мочевой пузырь был заполнен этим материалом. В отличие от первой картинки, где у нас был сгусток крови, здесь была свободная кровь, которая не превращалась в сгустки, а была равномерно распространена. А вот здесь вы видите скопление массы. Это стенка пузыря. А вот это все очень большая масса, которая присутствует в пузыре. И был кровоток в этой массе, и у пациента вот именно эта масса была большая, очень большая. Фиброма. Наблюдая за движением при рассмотрении мочевого пузыря, если вы видите вот такое осаждение, очень похоже на снежинки, когда идет снег. Вы знаете, есть такие специальные шары, в которых как будто снежинки, их можно переворачивать, и такое ощущение, что падает снег. И вот мне напоминает эта картинка, именно эти шары. Если немножко постучать, они снова поднимаются кверху, закручиваются, а потом потихоньку опускаются в зависимую часть, потому что они достаточно тяжелые. Вот здесь, с другой стороны, при постукивании у нас есть материал вот здесь внизу, который достаточно тяжелый, находится внизу. Но посмотрите, в каком направлении они поднимаются. Не в зависимую часть, а в независимую. Это воздушные пузыри, пузырьки воздуха. И поэтому, если снова постучать, мы видим, что здесь есть тяжелый материал, который не поднимается, но есть пузырьки, которые поднимаются. Есть ревербационный артефакт, который происходит именно из-за присутствия воздуха. Это свободный воздух в просвете пузыря. Здесь был цистит, поэтому у нас есть определенное еще содержимое и в задней части. Как выглядит мочевой пузырь, тоже может вам подсказать причины и источник гематуреи. Посмотрите, вот здесь у нас есть небольшая масса, которая почти что похожа на глиста. А есть рядом более большая масса. Так вот, когда в мочеточник у вас попадает вот эта, похожая на глиста масса, это кровь, которая сначала была свободна, потом она превращается в сгусток, и она принимает форму мочеточника и попадает в мочевой пузырь. И получается вот такая блистоподобная структура. Бывают паразиты, бывают глисты, которые встречаются тоже в пузыре мочевом, но они гораздо меньше по размеру. Бывают и большие, очень редко, я не знаю, может быть, у вас больше здесь в России, но у нас очень редко вот эти большие глисты встречаются. А вот эта большая масса, это большой сгусток крови, эхогенность, видите, меняется ближе к центру. У этого животного, где, когда вы хотите узнать подлежащую причину, нужно смотреть почки обязательно, потому что совершенно понятно, что вот эта маленькая масса пришла сверху по течению, что ли, она не образовалась в мочевом пузыре. И если сверху по течению что-то пришло, нужно посмотреть на почки. И вот эта почка, большая достаточно, и видно большую массу внутри. Это была опухоль саркома, которая привела к гематуре, которая присутствовала в мочевом пузыре. Итак, нужно разобраться в причине гематуре, откуда она. В верхнем мочевом пути, может быть, почки, может быть, из-за травмы, из-за опухоли, а также часто бывают камни в мочеточниках. Может быть, она образовалась в мочевом пузыре из мочеточника, из репродуктивных путей. Также может быть уретра. Итак, мы начинаем с почек. Смотрим, какие заболевания могут присутствовать в почках, и которые могут дать толчок для гематурии. Вы здесь видите множественные цисты. Когда мы видим такие цистоподобные структуры, я всегда разбираюсь, одиночные цисты или, может быть, множественные. Любая цистообразная структура имеет такой вид с тонкими стенками. И дистально к этой области у нас может быть некоторая передача. Мы смотрим, проста это циста, или есть внутри мембрана. И также на внутреннее содержимое, обращая внимание, эхоген на оно, или, может быть, там есть некоторое содержание круга, воспалительные клетки. А также смотрим на клинические проявления. Может быть, лихорадка неизвестна. Природа была у животного. При анализе мочи, может быть, там были эритроциты, лейкоциты в непривычном количестве. Также мы смотрим на наличие кровяных сгустков, гематом, узелков лимфоматозных. И даже иногда бывают случаи некрозы, то есть отмирания тканей, в связи с чем образуются цисты. И бывают некоторые опухоли, например, цистоденокарцинома, которые приводят к образованию цист. Извините, кист. И у некоторых собак с аналогичными заболеваниями происходят такие вещи, когда собака стареет, они могут даже разрушить почку. Вот видите, здесь очень много кист присутствует в почке. И не сразу узнается, почему же у нас гематурия происходит, потому что происходит разрыв стенки, и совершенно неожиданно кровь появляется, которая коммуницирует со всей остальной системой почки. И проявляется в мочевом пузыре. Некоторые более сложные кисты. А вот у этого животного кистообразная структура, которая гораздо более комплексная, эхогенная. И меня больше заботят именно вот такие структуры. Что же за поближещие заболевания? Как ведет себя креотинин? Я обязательно проверяю, какой возраст животного и какие клинические проявления у этого пациента. Еще одна причина, которая часто связывается с гематурией, это минерализация. Вот видите здесь лептоспороз у животного. И очень часто при лептоспорозе мы видим такую светлую кору в почке. И это может быть и в селезенке, и в почке. И вот она очень-очень яркая. В этом случае, это бывает не во всех случаях, когда уже вы пояснили лептоспороз. Но в этой центральной мандаре у нас видите очень широкая полоса, не узкая, а широкая гиперэхогенная полоса. И не всегда это связано с заболеванием. Но мы можем понять, что что-то очень серьезное случилось с этой почкой. И у нас определенная часть ткани отмерла. То есть есть некротическая ткань. Именно в районе Медула. У этого животного много кальция. И вы видите регулярные контуры. Хронический инфаркт здесь присутствует, но отличается вот от этой картины. У нас нет затенения. А посмотрите вот на эту тень. Теперь у нас есть минерализация и нефроткоциноз в этой почке. И определенно, конечно, в прошлом было поражение, изменение pH и изменение состава кальция в Медуле. Здесь очень большая гиперэхогенная зона. Это камень. Это очень большой камень в лоханке почечной. И он связан со всей системой почки. Посмотрите на жидкость, которая находится снаружи. Вот это стенка лоханки. И вокруг есть некоторое количество жизни прямо в лоханке. И вот у нас здесь выступают такие, как щипцы прямо. Или похожие на щипцы образования. Это очень большой камень. Вот это у нас мочеточек. И мы видим, что очень небольшое количество жидкости здесь. Очень большой камень в лоханке почечной. Если у нас есть камни, нам нужно обязательно понять, где они расположены. Это дистрофическая минерализация, линейные минералы. Мы видим, это не тот тип, который можно легко удалить, потому что очень сложная локализация. Они могут привести к серьезным поражениям почки. Или уже привели до визуализации. Ситуация уже хроническая. И это можно часто увидеть у более старых пациентов, у которых хронические воспалительные изменения в почках уже присутствуют. Также могут быть камни в лоханке почечной. И иногда их трудно отличить, потому что если очень много минерализаций присутствует, то в самой почке, то может быть и дополнительные камни в лоханке. Здесь мы видим некоторое количество жидкости в лоханке. И вот здесь минерализована область. И в одном уголке лоханки у нас некоторая структура присутствует. Это может быть опухоль, потому что они очень легко прорастают, инвазируют лоханки. И нужно посмотреть, есть ли у нас, присутствует ли там жидкость. Но также, вы смотрите, к боку у нас есть и камень. И очень яркая гора. Здесь камень был именно с одной стороны к боку. Не очень простая ситуация, потому что не по центру. Важно узнать размер камня, точную локацию. Вот здесь в лоханке, здесь или с боку, а здесь в самой почке. Нужно посмотреть, сколько у нас камней. Вот здесь, видите, камень не очень большой формы, не острый, как вот большой камень с наростами в виде щипцов, которые я до этого показывала. Это может нам давать некоторые подсказки. Если у нас обструкция, если у нас некоторый, какой-то материал вокруг, который подскажет нам, присутствует ли у нас воспаление или кровоизлияние. Мы смотрим также на жидкость вокруг почки. Смотрим, нет ли разрыва, нет ли воспалительных клеток, мочи, которая из мочевыводящих путей просочилась. Вот это более сложная картинка. Видите, это почка и лоханка. И вот здесь есть жидкость. И такие полосы, где у нас сосуды подходят. Вы посмотрите на содержимое осадок. Очень тяжелое эхо, отражение. И нужно посмотреть, что происходит в низбой течении, чтобы понять, откуда у нас вот эта дилатация лоханки происходит, для того, чтобы понять причину ее. Вот эта сумка с жидкостью, или там есть гнойный материал. А здесь почти не осталось коры. Все превратилось буквально в такую сумку с жидкостью. И вот здесь есть камень, который вызывает хроническую обструкцию почки и приводит к серьезному нефрозу. А здесь растянутая лоханка. Здесь тоже минерализация есть. Но посмотрите, мочеточек достаточно большой. Вдруг очень регулярный контур становится. Вот здесь есть камни. Но посмотрите, как фокально дилатировано здесь. То есть камни уже достаточно долго тут находились и вызвали фокальную дилатацию. Очень внимательно нужно смотреть, есть ли свободная жидность вокруг, потому что здесь можно ожидать некоторую утечку. И тоже вниз по течению от этой дочки нужно смотреть, что там происходит. Большие сгустки камней вот здесь вниз по течению и чуть более увеличен мочеточник. Может быть, из-за дополнительных камней вниз по течению и не из-за хронического воспалительного процесса. Но нужно пройти максимально по всей длине мочеточника с целью обнаружения дополнительных каких-то моментов, которые могут осложнить картину. Потому что если мы хотим хирургически удалить эти камни, то вот этот, конечно, с другой стороны, и вниз по течению, может быть, придется удалить, чтобы не было дальнейших проблем. Вот это почка. И смотрите, эхогенный материал вокруг почки в связи с жидкостью и камнем, который вызвал абстракцию почки. А потом произошел разрыв. И вот здесь эхогенный материал, вызванный кровотечением из-за разрыва и мочи. Что касается пиелонефрита, это то заболевание, которое можно пытаться диагностировать вовремя. Очень часто может быть случай пиелонефрита, и на УЗИ почка выглядит совершенно нормально. Может быть, она будет чуть больше, чем раньше. Но, может быть, раньше вы не проводили визуализацию УЗИ почки, и поэтому у вас не с чем сравнить. Нужно смотреть на присутствие возможности инфаркта. Вот, посмотрите, как будто бы мышка прогрызла кору почки. Это подтверждение. Вот этот нерегулярный контур может быть вызван инфарктом. И посмотрите, насколько здесь гиперэхогенная зона. Потому что из-за хронического воспаления у нас кара становится, а на ней рубцы появляются. Здесь были проблемы с сосудами почки. И кортикальную область нужно обязательно внимательно осмотреть. Она может стать такой разорванной. А посмотрите вот на дилетированную лоханку. Но она у нас не анахогенная больше. И нужно проверять разные моменты для того, чтобы убедиться, есть ли нас пиелонефрита или нет. Конечно, анамнез и анализ мочи помогут вам в этом случае. И смотрите вот сюда. Здесь есть некоторое движение. Это такое свободное содержимое. И не могу вам точно сказать, что здесь было. Эритроциты, лейкоциты. Но это явно клеткосодержащие содержимое. Не очень нужно проверить на наличие камней. И проверить анализ мочи для того, чтобы убедиться. Можно ввести иглу. Но это достаточно агрессивная тактика. Можно попробовать получить некоторый аспират материала. И проверить наличие поражения почек. И также провести анализ на пассив. Также абсцессы могут приводить к гематурии. Посмотрите, вот здесь присутствует масса. И когда я первый раз увидела вот это изображение, я думала, что, скорее всего, там опухоль. Но в анамнезе у животного этого была лихорадка неизвестной природы. И вот большая масса более эхогена, которая не похожа на кисту. Вот здесь ввели иглу. Вы видите иглу. При введении иглы получили достаточно много гнойного материала. Это оказался большой абсцесс. Смотрите, с цветным доплера графическим методом. Кровоток очень напоминал именно опухолевые случаи. И вот вчера спрашивали насчет АВИ, мальформации, вызванных опухолью. И здесь другой случай. Посмотрите, вот здесь некоторые изменения. Это небольшой абсцесс был в этой почке. Выглядит очень сложным. Именно благодаря кисте. Здесь был эндокардит. И абсцессы. Если посмотреть на почку, мы видим фокальные области. Инфицированные регионы из сердца, из клапанов попали сюда. И они создают затенение. Гипоэкогенные зоны. И вот эта поверхность почки, вы видите, здесь некоторые такие углубленные фокальные области абсцессов. А это другой случай. У этого пациента были абсцессы. У этой собаки, посмотрите, в основном все было в лоханке. Там присутствовала инфекция. И посмотрите, как выглядит кора. Если у вас источник из сердца, то это связано с кровотоком будет. И здесь клапан сердечный. Очень утолщенный клапан, который вызывает именно вот этот случай эндокардита. А это почка с дилатацией лоханки. Очень много материала. Вот это камни, которые вызывают обструкцию в движении вниз. Это почка. И камни вызывают дилатацию в этой точке. И вот большой камень. Когда мы провели пункцию, вышел такой желтоватый материал. Это было... То есть было очень много гноя или гноя подобного материала. А вот почка. Представляется бы просто в этот момент уже сумку с жидкостью. Очень много клеточного материала. Это почка. А это... Мочеточник очень сильно растянутый. И очень большая масса. Кажется, сначала вы пытаетесь посмотреть, что происходит вниз по течению. И там очень много клеточного содержимого. И в этом случае очень большие были мочеточники. Огромные просто и почка, и мочеточник. Очень трудно было проследить мочеточник из этих огромных размеров. Посмотрите, какой огромный. И что интересно, что на поверхности была кистоподобная структура. Обычно при хроническом воспалительном процессе я такое вижу мочеточники и в репродуктивных путях. У СУК. И думаю, что это связано с кистообразной гиперплазией стенки. А у этого пациента далее по течению. Смотрите, опять происходит уменьшение мочеточника. Диаметр сужается. И у этого пациента была некоторая обструкция, вызванная лигацией. И в этой точке. Это один случай, это второй. И там и там мочеточник был легирован. Во втором случае у нас получилась обструкция, в первом инфицирование. И вот здесь вы видите случай с легированием. Вот до этого места мы доходим, и легирование вызвало именно обструкцию. Иногда это может быть вызвано травмой, иногда обструкция может быть вызвана другими причинами. Вот это кистообразные уголки, которые мы видели, огромные. А это почка, остатки, то, что осталось от почки. У этого животного очень обнормально выглядит почка. Вы видите, очень изменилось внешний вид кортекса. И посмотрите, как они хорошо выглядят. Это почка аспергиоз был у этого пациента. Обычно, то есть как иностранное, но чаще всего это происходит у немецких ковчарок. Аспергиозы, патогены, возбудители аспергиоза могут быть в области позвоночника, дисков. И обычно у овчарок именно так распространяются эти заболевания. Нарушения сосудистые. Эта почка, если посмотреть на периферию, посмотрите, насколько вот здесь яркая картинка. Со временем, так как у нас все больше и больше рубцов появляется, будет менее яркая и более уменьшится по размеру яркие области. Зависит от того, конечно, где у нас нарушение кровотока произошло, сколько этой почки будет задействовано. У кошек, удивительно, бывает треть почки или даже половина почки не работает именно из-за сосудистых воскулярных нарушений. Вот эта боль сторона более нормальна, а эта абнормальна. Посмотрите сюда. Такой же у нас внешний вид, это та же самая почка, которую мы уже рассматривали, и неожиданное изменение, которое вызвано сосудистыми нарушениями и рубцованием последующим. На этой почке, если посмотреть вниз по течению, это, посмотрите, аула. И тут очень большой сгусток крови, труп. Это почечная артерия. И можно понять, почему у этой почки сложности с функционированием и что нарушает работу сосудов. А здесь, это почка. Не очень хорошее кортикомодиларное различие, заметно. Не чуткие. Немножко небольшие утолщины, небольшая дилетация. Мы применяем цветной дублорографический метод. И красный цвет, вы видите, он мигает, как будто включается и выключается. Почкам всегда нужен приток крови. И вот такого мигания мы не должны видеть. Если оно есть, то это значит, что вниз по течению кровоток, вниз по течению от той точки, где вы смотрите, то есть там кровоток не всегда проходит, только во время систолы. И дальше нужно посмотреть это с помощью дублорографии, для того чтобы посмотреть, что же там происходит. Смотрите, очень гетерогенный внешний вид этой почки. Смотрите, внутри как будто бы кто-то там есть. И вот эта мигающая артерия. Очень трудно увидеть вену. А вот это лоханка. То есть, конечно, нужно очень внимательно посмотреть. Вот конкретно у этого пациента была опухоль. И эта опухоль вызывала обструкцию с венозной стороны. И поэтому кровоток пытался пройти, но не мог пройти. И если посмотреть с помощью импульсно-волнового доплера метода, мы видим, что в почке... Мы видим картинку, которую мы не хотим видеть в почке. То есть мы хотим, чтобы присутствовало во время систолы, но кровоток от этой точки до этой точки не должен. У нас достаточно высокая диастола здесь. И постоянно перенасыщена кровью почка. У нас здесь была обструкция венозного оттока из почки. В этой собаке был нодулярный дерматофиброз или узелковый. Очень характерно это для... Часто, по крайней мере, встречается у овчарок немецких. Вот то, что можно увидеть в почках. Множественные кистоподобные структуры. И даже кистопразная аденоколорцинома. И нодулярный дерматофиброз может присутствовать уже у некоторых собак. Такие узелки присутствуют в множественных локациях. У конкретно этой собаки на передних лапах было много узелков. И большая кистообразная структура, видите, с одной стороны. Но посмотрите, очень гладкая поверхность. Иногда в случае киста аденоколорцинома опухоль может быть очень маленькой. А очень большой кистообразный компонент. А здесь небольшая киста, небольшие узелки. И здесь тоже присутствует кровоток. Когда мы первый раз такую собаку осмотрели... То есть, не у всех собак с киста аденоколорцинома будет встречаться нодулярный дерматофиброз. Но у овчарок немецких очень часто с этим состоянием есть почечный компонент. У других собак может быть просто киста аденоколорцинома или опухоль в почке, которая создает большую кистообразную структуру. И это просто киста, которая при этом может быть достаточно большая. Что касается этого конкретного случая, здесь была большая киста. И была жидкость в кисте. И вот эти небольшие узелки были. И так как не удавалось избавиться от этой кисты, удалили всю почку. И гистопатологи сказали, что это просто большая киста. А что вот это за узелок, мы спросили. И они еще раз провели анализ. Первый раз они его пропустили. И это оказалось карцинома. То есть, это была киста аденоколорцинома. Поэтому очень аккуратно осматривайте кисты, чтобы был очень гладкий край. Иногда они действительно бывают очень непростые и могут обмануть вас. Слишком большая киста и очень маленький узелок самой опухоли. Это карцинома почечная, очень бывает агрессивная. Гемангиосаркома точно также могут агрессивно выглядеть. Очень разрушенный контур. Тоже кистообразные зоны этой массы. Видите, очень трудно понять, где у вас нормальная часть, где нет. Очень огромная просто масса присутствует. Эти опухоли характерны тем, что у них обнормальные сосуды. Могут быть кровотечения иногда. Кровь попадает в лоханку. И, соответственно, гематурея проявляется. Собака среднего возраста, лабрадор, ретривер. Гематурея была отмечена. Проверили. И посмотрите на почки. Совершенно явно присутствуют нарушения. И литургия такси присутствовала. Не очень хорошо ел этот пес. И посмотрите, увеличение здесь массы. Это была опухоль. Очень болезненный был живот. И слабость задней конечности. А теперь посмотрите вокруг почки. Вокруг почки присутствует жидкость. Вот здесь уже был разрыв. И кровотечение вокруг почки. В лоханке была большая опухоль. И сгусток крови. Соответствует этому образцу. И как раз атаксия и слабость задней конечности была вызвана инвазия опухоли. в сторону позвоночника. Очень большой сгусток крови и массы. Это почечная геманг... геосаркома. Это лимфома. В случае лимфома. Обычно бывает двусторонняя. Хотя бывает и односторонняя. Они могут уже приводить к фокальным узелкам по их появлению. Вы видите вот здесь образец, который соответствует тому, что мы видим на УЗИ. Не всегда. Но иногда мы видим такие радиирующие, отходящие лучами линии. Мы можем подумать, что вот это похоже на узелок. Смотрим на всю почку и такое ощущение, что вся она затронута новообразованием. Просто иногда гиперэкогенно выглядит почка. И она вся... Весь ее внешний вид поменялся. Здесь камни в области мочеточника. Можно по всему мочеточнику пройти. Вот видите небольшие камни. Но вряд ли они могут вызвать обструкцию. Но могут вызвать гематурию. А здесь... Вы видите небольшая дилетация лоханки из-за минерализации. И здесь некоторые камни есть. Они не вызывают полную обструкцию. А лишь раздражение. И это раздражение дальше приводит к гематурии. И вот здесь то же самое. Обязательно нужно идти дистально. И посмотреть, нет ли чего-то, что вызывает обструкцию. А вот здесь похоже на обструкцию. Здесь у нас минерализация в почке. Но дальше вот смотрите один камень. Если мы идем дальше. И дальше вниз по течению. Вот еще больше по размеру. Очень легко можно переходить от одной почки в другой. Особенно у кошек и очень худых животных. Нужно быть очень внимательными. Потому что вы идете вдоль мочеточника. И можете легко перескочить на другую почку. Обязательно нужно отслеживать все по всей длине. Вот видите большая аккумуляция камней здесь. И дальше до мочевого пузыря. Тоже очень осторожно. Потому что если у вас кастрированное животное. У вас может остаться здесь некоторые швы. Там где удалялись яичники. Которые. То есть там у вас как бы. Там где был удален яичник. Остается как небольшой обрубок. И швы. Которые могут быть похожими на камни. Чтобы разобраться. Нужно в продуманном направлении повернуться. И посмотреть на стадо препродуктивных путей. Для того чтобы убедиться. Камь это. И то место где были удалены яичники. Вот это утолщенная стенка. И вся печень. Очень сильно изменен ее внешний вид. И определенный инфильтрат вокруг всей почки. И вся печка. Вся почка выглядит совершенно не похожей на себя. Это лимфосаркома. И здесь жидкость в перитониальном пространстве. Видите здесь обструкция наблюдалась. И жидкость в этом пространстве. Ее можно с помощью взятия спират. И очень интересно посмотреть. Что это за жидкость. Очень часто она похожа на желатин. Даже 20-миллиметровая игла может использоваться. Чтобы посмотреть что это за материал. Может моча. Там туда попал вниз. Которая со временем становится студенистой. Такой похожий на желатин. А вот это моча. Вокруг массы. И здесь есть обструкция. Это переходно-клеточная опухоль. Которая вызывает обструкцию. И приводит к гематурею. Здесь то же самое. Дистально тоже. Теперь мы подошли к мочевому пузырю. Это цистит. В случае цистита. Более хоккенного материала у животных. Это тоже цистит. Посмотрите на стенку. Она утолщенная. И у этих животных бывают гематуреи. Также пиенурия. И материал, который более тяжелый, опускается в зависимую часть. Более легкий, остается в независимой. Вот это очень утолщенная, нерегулярная стенка мочевого пузыря. Очень серьезное утолщение мочевого пузыря. Лемио-саркома очень часто приводит к утолщению стенок. Но у них не бывает вот такой грубой, нерегулярной поверхности. Обычно это вызвано циститом. Здесь стенка мочевого пузыря. Животное принимало цитоксин в виде химиотерапии. И это привело к утолщению стенки. Там тоже был цистит. Здесь гематома была в самой стенке. Очень низкие тромбоциты. И если посмотреть на стенку, здесь фокальное утолщение стенки. И мы обнаружили, что это было вызвано кровотечением стенки мочевого пузыря. Это может происходить только когда очень небольшое количество тромбоцитов в анализе крови. Поэтому кислоцинтез я обычно предпочитаю делать после ультразвукового исследования. Вот смотрите, этот минерал находится практически на поверхности, как такой небольшой, очень тоненький слой минерализации с выступающими некоторыми кусочками. Иногда вафельными камнями их называют. И прямо чаще у кошек на поверхности стенки часто бывает поражение. Это независимая часть мочевого пузыря. И при ходьбе могут эти кусочки опускаться в зависимую часть. Очень аккуратно. После того, как проводится операционное вмешательство на мочевой пузырь, может быть также фокальное утолщение. Посмотрите, вот эти яркие области. Это швы. Некоторые из этих швов могут выступать в просвет самого пузыря. И они могут вызвать дополнительную область, откуда может проистекать инфекция или воспаление швы. Могут оставаться на долгий период времени, в зависимости от шовного материала, применявшегося. Вот это было вторичным в случае нормального животного с кистоцентозом. И мы видим, что здесь есть кровотечение стенки мочевого пузыря из-за позиционирования в игле диабета у этого животного. Посмотрите, если на стенку мы видим, здесь неплохой вид. достаточное утолщение. Но посмотрите на реверберацию. Нужно различать, точно понять, где лансировано, в просвете или в стенке пузыря. Если в просвете, то, скорее всего, будет вот с этой стороны. Если в стенке, то вы будете видеть, что просвет к стороне от этого места, там тоже будут газы. Если перевернуть животное, если в просвете, то у вас все перейдет кверху. Может быть, некоторые пузырьки будут подниматься тоже к независимой поверхности. Если в самой стенке, то все останется на том же месте, независимо от гравитационных эффектов. Многие из животных, у которых... Многие животные с такой ситуацией, эмфизоматозными циститами, у них также бывает диабет, и глукоза бывает повышенная. Но бывает и без диабета. Это кошка. Анамнез у этого пациента за два года до этого представления была у ветеринара из-за проблем с обструкцией. Очень непростая была кошка. Она не хотела, чтобы с ней что-то делали. Вели катетер. И потом обнаружили у меня хозяева, что кошка смогла избавиться от этого катетера. Они просто нашли катетер в клетке. Но у кошки продолжались сложности. Посмотрите на мочеточник. Это остаток катетера, который два года уже провел в мочевом пузыре. Но часть его кошки удалось откусить. Не поняли в то время, что часть катетера осталась внутри. И привело это к очень большому циститу хроническому. И это остаток катетера был удален. Кошку пролечили от цистита. Также могут быть случаи полипоидного цистита. И вот эти проекции появляются в просвете. Это тоже полипоидный цистит. Могут быть достаточно непросто определить, что это опухоль или хроническое воспаление. Полипоидный цистит. Здесь есть кровоток. И вот здесь тоже полипоидная структура. Здесь небольшие полипоиды присутствуют. не настолько выражены, как вот этот большой полипоид. И я была почти уверена, что если у меня есть такой выступ, то, скорее всего, это полипоидный цистит. Но думала, что это только полипоид. Но там было, что только полипоиды так выглядят. Но бывают опухоли, которые так же выглядят. У этого животного была фиброма. Вы видите большие массы в пузыре мочевом. Жидкость вокруг. Нет клеточного состава. Вокруг жидкость. А что самое главное, кровоток есть от стенки и в сторону массы. А здесь внизу, вы видите, вот эта моча. Выглядит все вполне нормально. После того, как масса была удалена. Это была очень большая масса на стебельке, на ножке. Но и это был полипоид, но бывает, как я уже говорила, и опухоли, которые так себя ведут. Это минерализация. Некоторые полипоидные структуры могут минерализоваться. А здесь также в этом случае был и газ. То есть, очень сложный был случай. И цистит, камни и свободный воздух. Далее вниз по течению может быть урокальная дивертикула. Очень большая вот здесь. Здесь может задерживаться, аккумулироваться инфекция и дальше вызывать фокальное утолщение стенки. Видите, вот здесь большой фокальное образование. Иногда эти дивертикулы бывают очень маленькими, их трудно увидеть, и не всегда они становятся такими большими. Вы смотрите такое небольшое кистообразное утолщение в стене, в краниально-вентральной чаще всего часть мочевого пузыря. И вы смотрите на небольшое утолщение, которое отличается от стандартного вида. И иногда это может быть вызвано травмой или разрывом стенки, или это может быть врожденная обнормальность. уритроцеллия. И очень часто связывается с этапическим мочеточником. Вы видите, что здесь есть кистообразная дилетация либо в самой стенке, либо связана с просветом. гематюрия. И также уролития. Это, пожалуй, последний случай, который может приводить к гематюрии. Надо посмотреть, что за тип камней у вас. Песочные, как в первом случае, или это может быть такие, как проецирующие, выступающие, множественные, с клеточным материалом или с таким хорошим контуром или хорошей тенью. Вот это камни, которые опускаются вниз, и все они могут приводить к гематюрии или быть связаны с гематюрией. А теперь, пожалуйста, ваши вопросы, если у вас они есть по этой презентации по гематюрии. Пожалуйста. Пожалуйста. Только в микрофон. Вопрос такой. При гемо-бартенеллезе тоже встречается наличие крови в моче. У вас были такие случаи? Были. С гемо-бартенеллезом может появляться немного крови в мочевых путях. То есть, если что-то происходит неправильное в почках, у вас иногда бывает, но при гемо-бартенеллезе нефрите небольшое количество крови. У некоторых собак может быть хроническая гематурия, которую мы не можем понять причины, к которой почка выглядит достаточно нормальной. Поэтому иногда подлежащую причину гематурии не сказать. любая гламиролонефрита либо инфекция хроническая, но чаще при острых процессах мы имеем гематурию. То есть, любое поражение почки может создавать гематурию. Обычно пиолонефриты, гламиролонефриты, лептозы приводят к небольшому гематурии, а не к такому большому количеству крови, которое бывает в случае травмы или опухолей. Но это такая, что ли, обобщенная точка зрения все собаки и кошки индивидуально. У меня такой вопрос Продолжение следует...